всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать свой заказ фаберлик и с получением этого заказа я в общем купила себе еще одну вещь вообще поняла что это конечно все замечательно но пора уже готовиться к лету причем меня этот заказ мотивировал так девочки что просто я не знаю в общем сейчас покажу заказ и расскажу дальше итак но давайте начну я с того что я заказала мужчинам своим во первых мужу я заказала вот такие брюки это хлопковые брюки они такие знаете кричневато сероватые что ли не знаю заказала яма в 54 размере они мы достаточно свободные можно было бы 52 взять но я думаю что они не маломерки не большемерки идут размер в размер очень классные хлопковые он меня носит подобные вещи ну на выходных скажем так вот вместо джинс вот такие здесь идут кармашки и сзади вот такие кармашки под классические сделаны вот но муж мне сказал оставь ничего не возвращая ему в принципе они понравились и по росту он у меня метр семьдесят девять они ему как раз подходят артикул я вам оставлю внизу инфобоксе вообще на все что я сегодня заказала но брюки очень понравились они хлопка его и не знаю может быть постираю подсядут и я заказала примешу вот такую футболку пола в 50 размере на самом деле заказала бы и мужу и старшему своему сыну но в детском отделе не было размера у меня уже где-то 152 156 ему нужен в общем взяла племяннику думаю ну как раз посмотрю как по качеству очень мне понравилось качество это тоже хлопок идет у нас здесь вот видите пуговка и стопроцентный хлопок я взяла ему 50 размер и он действительно серо-голубого цвета очень симпатично но камера у меня почему-то хватает то серой до голубой цвет показывает сейчас ярко-голубой видите так он серый но это такой серо-голубой очень симпатичная у меня племяш носит такие вещи в школу одевает вместе с брюками очень симпатично смотрится на мой взгляд так себе я заказала вот такой джемпер он на самом деле более приглушенного цвета чем показывает камера то есть он такой не такой ярко-синий трикотажный джемпер с высоким одинарным воротом я взяла в размере 44 80 хлопок 20 нейлон сидит на мне достаточно плотненько так но я покажу вам по мере покажу как смотрится на мне но мне понравилось качество тоже очень хорошее такое мягенький ну не знаю мне кажется классная классная не знаю как будет носиться но последнее время я уже говорила что я полюбила всякие я называю это бадлон вот эти вот вообще водолазка это идет до или джемпер с воротом очень полюбила вот такие вещи классно горлышко закрыта куртка тонального крема не пачкается свитерочек можно спокойно постирать так ну что вот этот бадлончик с джинсиками вообще очень классно да девочки видите живот надо убирать все все надо надо приводить себя в порядок вот вот так вот он смотрится то есть в принципе если вы хотите чтоб все дела по свободнее берите на размер получается больше да но мне очень нравится с джинсами и какую-то курточку сверху одел побежал такой тоненький то есть не теплый но но мне понравилось качество вообще очень такой мягенький очень классный джинсикам вообще мне кажется супер смотрится вот эти две вещи вообще меня очень удивили и порадовали качеством это две вот такие маечки на бретели чках значит по составу здесь идет я заказала себе в размере с на самом деле можно было побольше что посвободнее было состав у нас стопроцентная вискоза какое классное качество вообще мягчайше очень приятная к телу я подобные маечки обычно ношу не под низ а ношу дома сверху одеваю кардиган то есть брючки маечка и какой-то кардиганчик очень мне нравится такой вариант не знаю вот думала что так буду носить но по качеству мне так понравилось что может быть я буду под низ поддевать там под какой-то свитерочек не знаю очень классная такой мягенький вообще супер вот заказала себе две штучки в бордовом и бежевом цвете вот этот бежевый вообще нам не выглядит как будто я ничего не себя не одела хочу еще заказать там есть белый и черный цвет если не разберут то я обязательно себе возьму еще в белом и черном цвете очень приятная очень качественные вообще супер мне настолько сильно понравилось просто потрясающе но здесь вот такой вот кружево идет так и вот маечка мне очень понравился кстати вот этот бордовый цвет я извиняюсь за мои лямки но я просто мерю показать вам вот такой бордовый цвет очень классно то есть видите 44 размер на мне сидит достаточно плотненько эту мальчику даже возможно я буду носить под низ как бы для тепла то есть и сверху какой-то свитер например если какой-то колючий свитер у вас даже не кололо тело вот тогда идеально подойдет вот чтобы заказали грубо говоря свой размер то есть 44 и плотно она вот так будет облегать в джинсы заправили и сверху одевайте свитер и вообще супер скорее всего я так и буду носить данный матч так и вот вот эта бежевая ведь она нам не смотрится реально как телесная суши я реально вот бежевую по крайней мере сто процентов буду носить под низ под какой-то свитер это вообще будет идеально просто тем более это стопроцентная вискоза и то что она так облегает по телу мне очень нравится и вот собственно говоря гвоздь программы скажем так девочки я решила что ну надо как-то себя мотивировать на то чтобы хотя бы дома начать заниматься спортом хотя бы делать какой-то минимум упражнений и я фабралики увидела вот спортивную одежду думаю ну закажу тем более такой пыльный роз пыльно-розовый цвет думаю как раз мой любимый и в общем может быть я как-то смотивирую я получила этот заказ вчера вчера все померила это тоже померила подошла к зеркалу и поняла что все хорош просто хорош балдеть да я даже по-другому сказать не могу честное слово но спорт по моей по моему телу просто плачет горькими слезами серьезно надо как-то завязывать уже со всем этим делом и начать заниматься спортом я вам тоже покажу как все это смотрится на мне подчеркивает абсолютно все вот просто все и для меня это супер мотивация давайте поближе вам покажу во первых вот этот топ это спортивный до получается у нас топ но как бы его можно использовать так заниматься и под майку одевать очень хорошо кстати держит грудь и единственное что у меня размер с состав него полиэстер спандекс но это понятно и если у вас большая грудь то нужно брать но как минимум на размер больше потому что вот мне подошло идеально очень хорошо собирает все держит единственная вам померю на нижнем блюда потому что я немножко смущаюсь здесь двойная ткань идет тебе тянется неплохо то есть вот если вы допустим носите с q то до 3 размера в 3 включительно я думаю подойдет сюда а вот если у вас размер больше то нужно заказывать побольше размером и вот эти вот брючки которые тоже сделано ткань достаточно плотно вообще-то ну на мой взгляд обычные спортивные вот не сильно плотная ткань очень приятная к телу тоже сделано вот но я даже не знаю советовать вам если будете заказывать заказывать на размер меньше я тоже взяла с q подчеркивает недостатки скажем так на ногах папе и всему остальному здесь еще есть вот такой кармашек это обычно для ключей от шкафчика до сделано можно отрезать если не нужно вот и обычно их оставляю от резиночка вот эта резиночка неплохо утягивает живот но подчеркивает подчеркивает все если вы будете заниматься в спортзале то берите на размер побольше будет не так сильно скажем так все обтягивать если вы хотите как я для мотивации то берите размер в размер реально в общем сейчас тоже покажу как смотрится на мне свой свой костюм я правда верх одела на нижнем блюде девочки но увидите она очень хорошо тянется то есть да реально можно одеть и третий размер ну и штаны как вы видите вот оно все да вот так вот они выглядят сзади в общем достаточно в принципе такие длинные их по повыше подтянула немножечко особенно девочки вот в этой части это вообще да но костюмчик на мой взгляд симпатичный очень даже очень но блин все еще этом на балла обменяла вот такой спрей он очень вкусно пахнет девочки вообще нереально его артикул 11 333 его надолго хватает у меня как раз на первом этаже закончился освежитель воздуха я поставлю нереально вкусно пахнет прям реально имбирными пряниками и очень надолго его хватает ну что девочки вот я вчера посмотрев на себя расстроилась до такой степени что отправилась сегодня в магазин мужа в декатлон и вот в общем буду заниматься я на самом деле уже попробовала прикольно вообще супер мне нравится но не знаю я решила что значит буду может быть смотреть какое-нибудь видео на ю тубе так далее 10-15 минут в день 20 минут и начну с 10 чтобы не умереть потом вот такую классную штуку я купила скажу сразу что видео это не спонсировано точнее спонсировано но моим мужем исключительно то есть мне не предоставлял это никто на рекламу и так далее я думаю вы поняли купили за свои денежки вот такой вот видите в магазине декатлон муж у меня съездил я сказала купи не самый простой тренажер без всяких наворотов мне этого вообще ничего не надо вот такая вот модель у него вот видите вот так вот параметры кому нужны вдруг и здесь вот идет ну вот этот циферблат понятно он не мерит пульс но обычно вот эти вот тренажеры вот например которые в спортзалах они тоже ну они очень плохо мерят пульс если хотите ну вот как я например советую если хотите что вам мерило пульс то лучше и какой-то не знаю ли часы какие-то купить или ну какой-то каким-то другим средством измерять пульс они вот этой штукой в общем он здесь как обычно показывает там что это дистанцию калории время а вот это скорость по моему вот и вот здесь вот регулируется соответственно нагрузка да я вот на такой самый слабый пробовала вот такой вот тренажер суперски на самом деле он занимает мало места достаточно но у меня дом большой я подумала что ну как бы это уже как-то несерьезно все вот видите вот такая вот надпись какая-то максимум 100 килограмм вот так что все я теперь буду спортсменки спортсменкой девочки буду заниматься сейчас надо определить только где мне это будет стоять эта штука потому что я даже и не подумала еще хочу в декатлоне есть такие как они степлеры называются которые как будто бы как по лесенке вы поднимаетесь это для попы для ног вообще супер он стоит 3 3 тысячи 3 500 или 4 тысячи в общем надо мне тоже будет потом взять но я решила как бы начать с одного надо поставить его на видное место чтобы мозоли мне глаза и в общем все девочки вам тоже советую бросайте все пора готовиться к лету реальная вот за полгода полгода я ничем не занималась и я вижу огромную разницу до этого я занималась хотя бы 15 минут день хотя бы 20 минут в день и было все отлично а здесь сейчас ну вообще как бы не серьезно мне камера льстит и я вам сразу скажу я на камеру слишком красивая чем я есть в общем буду заниматься так что вот так вот девочки одна покупка может превратиться вообще в непонятно что и я самом деле уже немножко позанималась очень сильно чувствуется что я давно не дружу со спортом вот и планирую теперь на но как бы каждый день я планирую каждый день я не знаю как получится но по крайней мере вот этот свой розовый костюм я собираюсь одевать каждый день чтобы смотреть на себя в зеркало и понимать вообще что как бы ну хорош ну вот реально хорош уже в общем в общем да еще хочу у меня было очень много вопросов поводу моих бровей что у меня изменились брови и многим нравится как они мне сейчас выглядит мне тоже очень сильно нравится все на самом деле очень сильно просто он перед новым годом у меня закончились все средства абсолютно все средства которые у меня были для бровей и так как я не знала что интересного еще можно себе взять я ничего не приобрела и вспомнила что когда я покупала одну палетку теней для глаз мне девушка продавец сказала что эти тени можно использовать в том числе и для бровей и я сейчас говорю о палетке инглот самом деле этой палетке мне много-много лет вот такая вот у меня палетка от марки инглот значит здесь у меня как вы видите такая ну как это радужно они вроде как-то у них назывались розовые бежевые и вот такие коричневые сами тени мне не нравятся девочки я даже не знаю если смысл называть вам номера потому что видите во первых они засаливаются это раз во вторых они практически не видны на глазах они ну как-то вот не держатся не стойкие но общем куча у них минусов и плохая цветопередача у них то есть они немножко такие как миловые ну то есть качество тени и мне не нравится но сейчас для бровей я использую вот этот темный оттенок самый самый темный и на бровях он смотрится потрясающе я не буду повторять когда у меня закончится эти тени не буду повторять эту палетку камеру по крайней мере они вообще практически не видны и в жизни они тоже не видны долго не держатся скатываются в складочку в общем на глазах по крайней мере на моих ведут себя отвратительно а вот на бровях очень даже неплохо то есть я сейчас использую вот этот самый темный оттенок просто потом наношу кисточкой и потом просто расческой растушево также у меня были вопросы по поводу помад которые в последнее время у меня мелькают моих видео и я обещала вам их показать итак давайте начнем с самой первой помады вот ее swatch самый самый первый вот этот это у нас помада от арт-деко я покупала в начале декабря мне не очень нравится как она смотрится на губах не знаю сам оттенок наверное мне не нравится возможно я оставлю ее наверно на лето когда кожа будет более загорела ведь он такой красновато на самом деле красновато-коричневого цвета вот такая она идет посередине бальзам вокруг идет помада увлажняющая вот но тоже как-то я появлялась вы спрашивали меня про эту помаду сейчас оттенок мне не очень нравится как смотрится вот вживую значит это у нас номер арт-деко номер 183 . 20 следующая помада которая вы тоже меня спрашиваете и она смотрится на губах коричневый на такой достаточно темный это у меня помада вот это от estee lauder она у меня достаточно давно это была какая-то лимитка я не знаю у меня было их 3 в наборе номер у нее вот видите пор color 17 росте я искала как-то на нее ссылку нет этих помад сейчас я так понимаю в продаже вот так вот выглядит достаточно такой темный коричневый оттенок и следующая помада матовая которая сейчас последнее время я чаще стала пользоваться вообще часто использую именно вот эти две помады и именно вместе то есть я наношу вначале темную и на центр губ наношу вот эту светлую вот ее последний случай это у нас мэйбелин вот такая она прошлом году это была новинка ведь у меня сколько осталось видите я просто сверху наношу кисточкой растушевываю это не всегда удобно когда ты куда-то едешь брать с собой уже 09 вот тоже постараюсь оставить ссылочку я вам покупала в риф гоши и не помнили в летуале неплохая помада матовая не стойкая губы не сушит в принципе неплохо но оттенок такой мне подходит только сейчас только на светлую кожу но в сочетании вот эти две помады то есть вот такая глянцевая темно-коричневая и в центр матовая светло-коричневая в итоге дает такой полу матовый финиш с достаточно таким ну очень симпатично то есть когда вы видите на мне коричневую помаду это либо вот эти две вместе и либо чаще всего она только одна просто вы спрашиваете но я не советую вообще без затеста покупать потому почему потому что камера не всегда передает то как смотрится помада на мне на самом деле то есть она ее либо слишком затемняет либо слишком высветляет чаще всего вот эта помада которая более темная коричневая смотрится на моих губах на камере светлее чем она есть на самом деле вот это почему-то смотрится темнее чем она есть на самом деле и так я сейчас нанесла на губы вот эту помаду арт-деко но видите вот когда кожа светлая она как-то вот смотрится не за мне не нравится она такая красновато коричневатая получается на губах я не знаю, сейчас передает камера или нет мне кажется, нет, она более даже темнее, мне кажется, в жизни выглядит, чем сейчас на камеру, в общем, оттенок на данный момент мне не нравится, мне вообще нравится понравилась эта помада очень понравилась, но вот по оттенку сейчас что-то не то, мне хочется что-то, наверное, посветлее в общем, все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе, на Faberlic в том числе так что переходите, смотрите и на сегодня я буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, может быть, я тоже кого-то смотивировала на то, чтобы заняться спортом потому что я что-то вообще жутко разленилась, надо брать себя в руки, надо начинать, в общем, как-то вот так вот, вот ну и не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан, ставьте пальчики вверх мне это очень приятно, всех люблю, целую, до новых встреч